Здравствуйте! Меня зовут Артём Уточкин, я являюсь мастером спорта по настольному теннису, действующим тренером и основателем онлайн школы настольного тенниса Артём Уточкин. В этом видео уроке вы получите три рекомендации по технике наката справа, которые значительно облегчат для вас процесс выполнения технического элемента и сделают накат справа более стабильным. Многие считают, что накат справа это разновидность, такая некая топспина справа и здесь включаются те же технические моменты, но на самом деле это не так. И главным отличием является тот наклон ракетки, который мы используем при топспине справа, который мы используем при накате справа. При топспине справа мы используем примерно вот такой наклон, когда накладка как бы скользит по мячу и этот Наклон для наката справа является неправильным Правильным наклоном для наката справа является наклон, который практически перпендикулярен столу То есть когда ракетка перпендикулярна столу, это является более правильным наклоном для наката справа Потому что накат справа является не разновидностью топ-спина, а является разновидностью удара в настольном теннисе Такого более плоского удара без вращения Сейчас давайте посмотрим на практике, как я выполняю накат справа и обратите внимание на этот момент, что я не проскальзываю по мячу, а как бы иду в мяч вот с таким вот практически перпендикулярным столу наклоном. Чтобы при накате справа сыграть с таким наклоном, о котором мы с вами поговорили, вам при замахе необходимо будет держать ракетку над уровнем стола. И это второй момент, о котором мне хотелось рассказать в данном видео. То есть, если у вас на замахе ракетка уходит под стол, то вы неизбежно будете проскальзывать по мячу, и у вас будет получаться такой недо-топ-спин. Чтобы выполнить полноценный накат, ракетка на замахе у вас должна быть над уровнем стола. Сейчас давайте этот момент посмотрим, как я выполняю на практике, в том числе и в замедленном повторе. Ну, а чтобы максимально эффективно работали эти две рекомендации, нужно еще подключить и третью рекомендацию, которую я дам вам прямо сейчас. Третий совет заключается в том, что во время выполнения стабильного серийного наката справа, вы должны прикладывать не более 50% своих усилий в мяч. Потому что, если вы начинаете прикладывать больше усилий, то сбивается ритм, сбивается скорость, и накат справа получается нестабильным. 40-50% усилий максимум, какой вы должны прикладывать непосредственно накат справа. И прикладывая столько усилий, вы сможете выполнить большое количество накатов справа. Накат справа будет визуально привлекательным и будет очень стабильным. Сейчас обратите внимание, как я на практике выполняю накат справа. И обратите внимание пристально именно на этот момент, что я не прикладываю больше 50% усилий. То есть, накат справа выполняется достаточно легко, достаточно легким количеством усилий. Итак, в этом видео мы с вами изучили 3 очень важных момента техники наката справа. Если же вы хотите узнать, как при накате справа должны работать ноги, как делать правильное окончание, правильный возврат и поддерживать правильный ритм, то я приготовил для вас целую серию видео уроков по базовым элементам настольного тенниса. Изучив эту серию, вы научитесь правильной технике наката справа и наката слева, узнаете все технические нюансы подрезки справа и подрезки слева, а также техники топ спина справа. Чтобы получить эти видео уроки, прямо сейчас кликните по подсказке в правом верхнем углу видео, либо по ссылке в описании к данному видео. Меня зовут Артем Уточкин, я желаю вам прекрасного дня и отличной техники в настольном теннисе. Субтитры создавал DimaTorzok